Уважаемые господа, читатели моих книг и любители моих небольших роликов, сейчас я начинаю новую серию передач, которая связана с довольно интересными аспектами, а именно с тем, как происходит эволюция современного человека в настоящее время, то есть что происходит с его мозгом и чем это дело, собственно говоря, должно закончиться, ну и как происходит. Но пока дело еще не дошло до основного тела будущей серии передач, мы попробуем использовать этот формат для того, чтобы ответить на ваши некоторые вопросы. Дело в том, что я 4 января, всем недавно, встречался с вами в Доме книги на Новом Арбате, где представлял уже второе издание книжки «Морфология сознания». Эта книжка оказалась довольно востребованной, и всего лишь через год пришлось допечатывать еще один тираж. В конце этой книжки есть очень специфическая вставка, специально для вас. Дело в том, что после списка литературы есть небольшой квадратик, прямоугольничек, выделенный в виде отдельного дополнения. Он называется «Вопросы к автору», то есть ко мне. И здесь, если вы покупаете такую книжку, можете написать свой вопрос, его сфотографировать и прислать мне. Я постараюсь на все вопросы таким образом прислать и ответить. В том числе хотелось бы, чтобы вы в конце, в нижней части указали, где вы взяли книжку. Это такая форма общения с вами, поскольку многие люди хотят задать вопросы, а я по тем или иным обстоятельствам не могу на них ответить. В основном из-за нехватки времени и возможностей контактов с вами, тех, которых бы вам хотелось. Ну вот такая форма была придумана, и я постараюсь ее осуществить. То есть на все вопросы, присланные таким образом, я постараюсь ответить. Ну, первых два вопроса пришло, и поэтому я, собственно говоря, попытаюсь сейчас удовлетворить ваше любопытство. Вопрос первый оказался очень простой, и задали его у меня чисто с педагогическими целями. Где, по вашему мнению, в Москве можно получить хорошее образование по психологии? Если речь идет о психологии, то есть как фундаментальной науке, это у нее там есть свои особенности, я там не совсем согласен, сколько бы я ни критиковал практикующих психологов, но что есть, то есть. И во многих случаях психологи оказывают реальную помощь серьезно и больным, или пострадавшим от стресса людям. Что есть, то есть, и отрицать это невозможно. А относительно образования, могу сказать, в Москве, конечно, самые такие большие корни, исторические и качественные, имеет Московский государственный университет. Там есть психологический факультет, который принимает довольно большое количество студентов каждый год. Но придя туда учиться, то есть это, с моей точки зрения, лучшее место, где можно получить психологическое образование, вы должны помнить, что все-таки высшее образование, даже если оно соответствует всем требованиям, даже старого российского образования в высшей школе, оно все-таки это только возможность. То есть вам дают возможность приобрести знания, и навыки могут помочь в получении базовых представлений о профессии, и научить каким-то приемом. Но в основном учатся люди самостоятельно. То есть, к сожалению, просто прослушав курс, ничему научиться нельзя. Нужно работать. Учеба – это такой же тяжелый труд, как и все остальное. И данной возможностью, если вы поступите на платный или бесплатный факультет, часть факультета, вы должны просто самореализовываться, то есть работать. Знаний вам никто не вложит. Их надо взять, а иногда это бывает довольно сложно. Пришел и второй вопрос, который звучит несколько иначе. Значит, уважаемый Сергей Вячеславович, здравствуйте. Позвольте задать вопрос. Можно ли без томографа понять, какой области мой мозг больше всего приспособлен? Есть ли алгоритм уже для взрослого человека найти себя? Ну и спасибо за возможность задать вопрос. Вопрос по существу, но я на него отвечал, в том числе и в книжках, почти во всех этих. В первую очередь, церебральный сортинг и нищета мозга, которые уже выдержали по 2-3 издания. Их можно приобрести в издательстве Веди или в книжных магазинах. Ответ-то очень простой. Дело в том, что, к сожалению, вы, конечно, можете попытаться определить свои способности, но нужно уметь прислушиваться к себе, потому что наш мозг очень хитрый, изощренный. Он умудряется обманывать нас даже в самых простых ситуациях. Что ж уж говорить о приобретении профессии или занятий. Надо перебирать, как в детстве, варианты разные, и искать, что вам больше по душе. Это единственный способ. И только появление томографа, который я описываю в этих книгах, сможет позволить вам, собственно говоря, сориентироваться. Для этого я и призываю создать томограф в один воксе. А пока, к сожалению, вы можете просто перебирать разные занятия и прислушиваться к самому себе. Это единственный вариант. Только тогда вы сможете понять, что вам больше нравится, и что вам больше хочется. То есть, что у вас в голове, соответственно, вот этих третий-трех изданий уже, книжки «Изменчивость и гениальность», можно понять, поскольку голова все-таки у нас детерминирована. То есть, структуры мозга имеют определенную форму и структуру, которая определяет наши одаренности и таланты. Поэтому пытайтесь практическим образом найти решение своего вопроса. Вот примерно таким способом я буду отвечать в рамках этого проекта на все ваши вопросы, присланные мне из второго издания книжки «Морфология сознания» на вот этих выделенных страничках. Так что, а пока, до свидания, формулируйте ваши вопросы, так, чтобы они, конечно, не повторились из этих книг. А пока прощаюсь с вами, надеюсь, что следующие вопросы будут не менее интересными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok